АПЛОДИСМЕНТЫ На тренировках больше внимания чему уделяли? Что отрабатывали? В основном умственные упражнения. За что можно зацепиться? Просматривали игры. Так что мы, думаю, все у нас получилось. Соперник оказался непростым. С первых минут команда «Грасс» завладела инициативой и не подпускала хозяев площадки к своим воротам. Одна из попыток зареченской команды забить гол противнику закончилась тем, что мяч попал в штангу. Поддерживать боевой дух помогали болельщики. Союз вперед! Союз вперед! Союз вперед! В Заречной всегда была хорошая футбольная команда. И нам надо сделать все, чтобы это. Посмотрите, люди пришли, болеют. Это очень здорово. Победы придут, я думаю, рано или поздно. Самое главное – без травм. В итоге матч закончился со счетом 5-0 в пользу команды «Грасс». Такой результат не повод расстраиваться. Ведь чемпионат Пензенской области по футболу среди взрослых команд будет идти до конца сентября. Команда «Старт Союз» сыграет три круга. Футболисты уверены, что у них получится войти в тройку лидеров. Тем более, что в Заречном развивается хорошая спортивная инфраструктура. И в ближайших планах – обновление центрального стадиона. Нам нужно заменить лавочки на трибунах. Они уже требуют замены. Сейчас будем, когда утверждают новые национальные проекты, будем смотреть, в какое мероприятие войти, чтобы заменить покрытие на беговой дорожке. Потому что здесь не только же футболом, здесь и горожане наши бегают по вечерам. Сдаем ГТО. Поэтому этот стадион – важная часть нашей спортивной инфраструктуры. Все лето на центральном стадионе Заречного можно будет наблюдать за футбольными баталиями. В нашем городе пройдут игры в рамках областных и городских первенств и чемпионатов. На поле выйдут как взрослые, так и юношеские команды. Расписание игр смотрите в городской спортивной афише.